Об этом заявили телезрители, возмущенные поведением артиста. Невероятный Дан Балан является не только талантливым музыкантом, объектом обожания многих женщин, но и наставником в украинской версии шоу «Голос». И если зрители привыкли видеть артиста всегда безупречным, с идеальной прической, стильным нарядом и образцовыми манерами, то во время прямого эфира ждало большое разочарование. На днях состоялся суперфинал вокального шоу «Голос страны». Прямой эфир в период карантина решили провести максимально безопасно, а потому все наставники пребывали в своих домах и выходили только по видеосвязи. До чего же были расстроены поклонники, когда любимца публики Дана Балана увидели в не совсем адекватном состоянии. Неопрятный внешний вид, оголенный живот и взверошенные волосы – это лишь малая часть того, что происходило в прямом эфире. Балан отказывался комментировать выступления участников, все время смотрел в телефон, а под конец шоу едва ли не уснул. В стельку трезвый Дан сорвал финал «Голоса», ведь организаторы обещали показать высокотехнологический концерт, а в итоге телезрители обсуждали лишь веселого наставника. Даже сценарий пришлось резко переписать, чтобы вырезать часть эфирного времени Балана. Но почему легендарный во всем мире певец позволил себе подобную слабость? Первая причина, которую озвучили большинство зрителей, может таиться в алкоголе. Ведь поведение певца, и правда, было не похоже на привычное состояние музыканта. Вторая причина – это безответная любовь. По слухам, артист уже два года добивается расположения Тины Король, однако его чувства пока еще остаются невзаимными. И последняя причина, почему Балан языком не ворочает, кроется в невероятном переутомлении. Как выяснилось, музыкант два дня не спал и готовился к концерту. Дан трепетно относится к каждому участнику своей команды, а потому сутками работал над их номерами и к тому же написал песню «Помнишь» для дуэта с Тиной Король.